Роксики сейчас играют против Пейнт Гейминг на Бигпоинт Бэттл номер 5. Переключаемся на драфт и почему-то опять команда куда-то левает. Что такое, блин, происходит? Не знаю. Все левают? Ну ладно, все левают. Я леваю. Чё, какие проблемы? Будем ждать, когда хастанут в очередной раз. Так. Давай подокса на стрим зови. Ну, блин, он просто не в лобби. Был бы он в лобби, я бы его позвал. Мы с ним один раз комментировали. Выглядело все это довольно-таки неплохо. Так. И теперь... И теперь... И теперь... Кого же нам надо... Кого же нам надо сделать? Так. Рокскиз. Рокскиз против Пейнт. О! Обновить. Исключительно замечательно. Так. Что же, что же, что же, что же, что же, что же у нас происходит здесь? Хммм... На Джоиндоте Пейнт. Так, я там должен быть анонсирован. Да, я там есть. Ну и, кстати говоря, Пейнт Гейминг. Это, ребятки, у нас аргентинская команда. Вот. И Трикстер тут что-то у нас напутал. То ли с сервером. Слушайте, ну сервер тут вообще неприятный, конечно, для наших ребят. Крайне неприятный. Но, в принципе, аргентинцы тоже, думаю, на Пинг жаловаться будут. Потому что Аргентина. Как-никак Аргентина. Поэтому не должно быть у них там все, в принципе, в порядке с Пингом. Так что думаю, что в равных условиях приблизительно играет команда. Ну, там, с учетом того, что можно закрыть глаза там на некоторые моменты. Соло в инактиве без права стримов. В смысле? Там, кстати, Empire одновременно могут играть в двух турнирах. А то и в трех. Два плюс три стендинга. Плюс два плюс три стендинга. Еще один остается. Империс. Вуаля, уже две команды Empire. Еще один свободный игрок. Ну, кстати, интересная мысль. Жалко только, что турниров в одно время. Вот, что меня удивляет, это то, что огромное количество турниров по доте. И так редко они пересекаются порой друг с другом. Так, а кто у нас? Шарфик, Дредд, Ванскор, Йол. Где БЗЗ? Неужели он опять в АФК? Ну, что такое? Кстати, задержек-то не так много. Вот имперцы, хоть и задержали свой матч на 20 минут. Но как-то они его быстро проиграли. Мягко говоря, да. Поэтому особо тут на этот счет волноваться не стоит. Должны у нас игры начинаться вовремя. Ох, чат на Twitch.tv до сих пор висит. До сих пор. А жалко. Так, что-то я хотел еще сделать. Пока тут есть время покопаться в новостях. Посмотреть всякие интересности. Ну, ждем мы БЗЗ. Делать нечего. Ну, давайте по традиции заходим на GNDOT и смотрим, что же там интересного. Суперлига близка к финалу. С4 говорит в своем интервью то, что агоним на новых героях ничегошеньки не изменит. Ну, в принципе, логично, да. Потому что его еще надо собрать. Это агоним на таких героях. Вот сделали бы агоним. Я не знаю, какому герою можно было бы сделать агониму, чтобы он реально решал. Ой-ой-ой. Ну, это кому-то не из саппортов, скажем. Да, да и то, кстати, агонимы просто, ну, крайне редко собирают. Есть герои, которым собирают агонимы быстро первым айтемом. Вот. И они себя оправдывают. Но таких крайне мало. Да, поэтому я думаю, что тут очень сложно найти такого героя, которому можно было бы сделать агониму, чтобы он его действительно собирал. Не, ну, конечно, все зависит от того, какую бы он способность давал, да, дополнительную твоему ультимейту. Просто увеличивал бы демидж, там, уменьшал кд, увеличивал бы рейндж или что-то в этом духе, или добавлял какую-то особенность. Не, ну, честно говоря, вот говорят, агоним на новых героях ничего не изменит. Я недавно смотрел матчи, это я с 4 говорил, если что, не я. Недавно смотрел матчи какие-то, вот, Virtus.pro тоже, там, иногда, очень редко, но пикают Омника, да. И, в принципе, Омник этот, там, шел не на 3+, скажем, да, а в соло. Стоит он один на один, там, с кем-нибудь. Ну, пусть даже с тем же самым Darkseer, да. Стоит себе, там, потихонечку фармит, хотя с Darkseer ему тяжеловато, да, было бы стоять, ничего не говорю. Вот, но все-таки, все-таки, давайте как-то вот так вот абстрактно мыслить. Вот, и собирает, скажем, первым айтемом Агоним. Ба! Ну, и что, круто, круто. Ну, не первым, правда, айтемом, наверное, он бы там Мекку какую-нибудь сделал все-таки поначалу, да и потом только Агоним. Ну, все равно, как бы, Омника пикают, и я думаю, что если раньше, там, Омнику после сбора, там, ну, Мека, ну, там, Пайп еще можно, да, придумать. Ну, а что Омнику еще собирать после Мекки и Пайпа? Ну, не знаю, рефрешера. А что, дополнительный фортификейшн считать? Что, не круто, что ли? Круто. Вот, так, забирают сейчас Пейнт Гейминг у нас Лайфстилера. Роксам же достался у нас Герокоптер и Виседж, тот самый Виседж, который на первой карте так много делал против имперцев, но они все равно первую карту, ну, первую игру, там, в одной восьмой своей выиграли. Но Виседж там, конечно, на лайне напрягал. Но это дефолтный пик, что называется, вот, вот, прям вот, дефолтнее некуда. Шарфик играет стендингом за команду Рокскиз. Я как-то говорил то, что уже там подыскивается пятый игрок на замену Соло, да. Вот, вместо него сейчас будет играть Шарфик стендингом. Но я это говорил еще до того, как появились какие-то новости на официальном сайте команды Рокскиз Гудгейме и на прочих других порталах. Вот, потому что, ну, где-то там я в конфе Гудгеймовской прочитал, увидел, что там какая-то инфа такая проскользнула инсайдерская, да. И мне там говорили то, что, мол, какие-то я левые вещи говорю, что там с какой-то левой новости вычитал. Ну, вот, не знаю, левые ли я вещи действительно говорил, но, по-моему, все, что я говорил, там, может, кто-то еще будет смотреть записи на ютубе предыдущие. Так, забегая вперед, говорю то, что вроде бы как я ни с чем не ошибся, когда рассказывал про команду Рокскиз, что с ними стало и как они планируют выступать дальше. Так, минус Фурион, Висп и Лоун Друид. И тут у нас в бане Бэтрайдер, Дарксидер и кого же еще? Конечно же Клокверка, тверк побери, кого еще? Клокверка банят Пейнт Гейминг. Играют они, кстати, сами с каким-то стендингом. Я про команду Пейнт знаю очень мало чего. Я вот говорил то, что это команда из Аргентины. Ну, они участвовали, по-моему, на про-серии Старладера. Как-то было такое, не помню, только в пятом сезоне. Ого-го, Дума берут! Ну, слушайте, Дарксира забанили. Я вот видел, как Дум играет в комбинации с Дарксиром. Он хавает вот этого большого кентавра со станом. Дарксир вешает ему Эншелл, дает сёрдж. Дума мыленько так вбегает со своей еще вот этой вот горящей землей. И просто бам на 3 секунды топает. Все стоят, смотрят. Думает, Дум косит Эншеллом своим там левел-дес, раскидывает, ультит. И, короче, все это довольно-таки круто смотрится. Между прочим, такую стратегию показали, если я не ошибаюсь, Дигнитос против команды Нави на первой карте полуфинала Дримхака 2013 года летнего. Может быть, меня кто-то поправит, если я ошибаюсь. Так, а Пейнт Гейминг берут Лича, 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 которого немножечко бафнули там с этого патча. Я вот тоже, честно говоря, сильно сомневаюсь, что как бы Лича это действительно такой хороший герой. Лич вот на лайне, вот он просто офигенный. Он просто офигенный герой. Потому что экспы дает меньше, линию в свою сторону пушит. У него есть вот эта вот плюшка с фрост армором. Вот эта плюшка с фрост армором, она вообще очень решает против таких героев, как Найкс, например. Или там против всяких Никсов, которые там с Виндетта открываются. Так, оп, у тебя и фрост армор. Да, там с Виндетта там не так больно. Это припекает. Вот так что, ну не знаю. Но вот в темфайте его ультимейт нет. Его ультимейт, конечно, крут. Но я считаю, что Чайник, он как бы хорош для чего-то. То есть его нельзя просто взять и пикнуть Лича. Вряд ли это будет работать. Потому что ребята просто разбегаются. Начинают в разные стороны разбегаться. И ульт там хорошо 2-3 раза отпрыгнет. Ну, там какой-то дэмэдж, замедление. Да, круто там. Плюс шороху наводит. Но, скажем, вот взять Лича и Воида. Ставится купол хотя бы на троих. Или даже на двоих. Пусть на двоих. И там начинают вот этот Чайник просто прыгать туда-обратно, туда-обратно. Вот это называется сразу же минус там, минус 2. Одним ударом. Там, я не знаю, с Дизраптором там в каком-нибудь комбинации. Или там с Дарксиром, когда он стягивает там, стенку ставят там. Что-нибудь еще там АОЕшное прилетает, замедление там нового, например. И туда же летит Чайник. Вот это тоже, в принципе, можно понять. А вот просто вот так вот Лич. Ну, не знаю, может быть, я тут чего-то не вижу. Вот сейчас ДК забирают Роксир. Но у них такой, знаете, прям... Прямо-таки хороший такой лейт потенциал есть у Рокскиз. В миду будет стоять ДК против ОД. Это, естественно, ну, это мид без шансов для ДК в какой-то степени. Потому что грамотный ОД там вообще ничего не даст сделать. То есть, ДУМ будет стоять один на один с кем-то из тех героев, кого пикнут сейчас Пейнт Гейминг. Да, ну и трипла Бейн, Лич плюс Лайфстиллер на топе против триплы Герокоптер, Виседж и Шэдоу Демон. Что тоже, конечно же, как бы там можно Роксам побороться. Ну, давай фулбэк, удиви нас последним героем. Ну, тут, не знаю, вроде бы, ну, как бы станов не так много. Ну, тут станов реально нету. Ну, вот берут Верку, так, героя, в принципе, со станом, чтобы такой пик был более-менее сбалансированный у Пейнт Гейминга. И разбирают героя. У нас Шарф играет Минду на ДК, Ванскор это Шэдоу Демон. Всю жизнь на Шэдоу Демоне, Йол, Виседж, БЗЗ, естественно, Герокоптер. Ну, и Думом, получается, играет Андрюша Акадред. Пойдет он, скорее всего, стоять один на ботлей. Но, вообще, Думу там будет более-менее комфортно, да. Правда, надо сразу же будет купить щиток, потому что Верку его будет очень сильно напрягать. Но, если там будет что-то очень жесткое происходить, да, он может просто отправиться в лес и хавать там крипов. То есть, ему с Лёкой до своего леса не очень-то и далеко. Так, Роксики, ну что, побегут, побегут, да. Так, я тут пока всякие хады отключу. Что-нибудь еще добавлю. Лич со смокой. И что он со смокой? И ничего, просто пошел продал или что? Или он не покупал смолы, и варды продал. Купил простые апсы. Ну, может мне показалось, может кто-то другой там смол купил. Так, так, так. См3 у Бэйна. Что касается команды. Рокскиз тут у нас. Так, так, понятно тоже. Нету смокаут. Что-то я смотрел, команды стали жадничать на смок. Вот уже многие не покупают смок, а просто так бегут. Спалил сейчас игрок команды Пейнгейминг, игроков Рокскиз. Да, здесь и просто банально поставили вард. Вятером забежали. И будут расходиться по лайнам. То есть. Ждать, просто ждать. Крипов и расходиться по лайнам. Руну на топе забрать было бы неплохо. Что у нас на топе появится, друзья? Ваши ставки. И на топе появляется иллюзия. На боте появляется хоста. Ну, близко, но нет. Так, спаун крипов бы здесь, конечно, заблочить как-нибудь хотя бы своим бренным телом. Ёл бы, может, тут как-то постоял. Но стоять тут, конечно, без маза. Потому что сейчас борцы тут усыпят. Лично сразу же хавают. Причем хавают рейнджового крипа. Хотя за милишного, ну, милишный плотнее. Но рейнджовый он большим дамагом обладает. Да, поэтому за девардили сразу же. Молодцы. Хасту подбирает дред. И идет хавают крипа. Хопа, сразу такого пацана составил. На самом деле, был бы... Самый удачный крип для дреда в этой ситуации это, наверное, жирный сатир. Потому что он добавляет просто 4 хп регена. Ну, правда, аурой, да, что там не очень хорошо. Но, тем не менее. Ну, а так у него, по крайней мере, скорость атаки немножечко быстрее будет. Ну, круто, круто, конечно, такой бонус получить. На первом уровне просто бак. И вот так вот так. БЗЗ сейчас получает инфибл. Ну, тут, вот, не знаю. Трипла команды Рокскиз мне нравится немножечко больше, нежели чем трипла команды Пейнгейм. По той простой причине, что вот этот вот лич, он ничего, кроме пока как жрать крипов, не может. Да, у него появится нова. Лич, он просто как бы на лайн работает. Вот исключительно за счет того, что он постоянно хавает крипов. И старается пропушить линию исключительно в свою сторону. Но Роксы тоже, конечно, не совсем дураки. Вот стараются как-то пулить крипов. И вот здесь вот эти жирные медведи, они вот клапают, тут хлопает в ладошки Мишка. И не дает там добить крипов. Сами Роксы, я думаю, сейчас будут навязывать здесь драку, потому что, ну, тут, правда, крипы жмут со спины БЗЗ. Но драку навязать здесь было бы можно. Как дела у Шарфика в Миду? Дела у Шарфика в Миду, ну, пока что там стоит. Да, то есть убить его ОД, наверное, не сможет. Но зачем ОД убивать? ОД просто оставит пацана без фарма, без опыта, без маны. Вот, ну и так будет продолжаться до тех пор, пока там ОДК там не выйдет с МИДа. Ну что, продолжаем. Максим. Жирного медведя тут БЗЗ добивает. Он на допе. Ну да, вот он на боссе, точнее. Он коцается, конечно. Поэтому вот щиток, конечно, купить это... Ну, ноль армора, друзья, ноль армора. О чем это говорит? Это говорит о том, что такой жирный герой, ну, как бы не жирный, а с очень такой сильной рукой, как ВРК, она просто харасит. Да, она не даст прожить спокойно. Бросовый контроллер от команды Рокскиз на топе Монскорс забирает иллюзию. Хотя, черт побери, а, нет, Дестрас Боттл обузит. Причем обузит Боттл на ходячем курьере. Фига себе, какой суровый. Аргентинские дестройеры настолько суровые, я бы даже сказал, что обузит Боттл на ходячем курьере. Не то, что... Вообще, сам факт того, что он Боттл обузит, это уже, как бы, немало. Потому что, ну, не все Дестры Боттл обузят, на самом деле. Но Боттл это такая штука. Знаете, как Дэнди говорит, даггер можно купить там много каким героям. То же самое, в принципе, и про Боттл можно добавить. Но... Ну, не знаю. Мне Боттл на Дестре не очень нравится. Так же, как и на инвокеры. То есть, герои, которые там не рассчитывают там на какой-то ганг именно того, что они там придут куда-то. Там, к вас в Экс инвокер, он, да, может быть, смог бы там... Так, ладно. Тут начинается уже какая-то война. Лич получает плюху по хребтине. Тут выпивает сразу же банку. Потому что, ну, реально больно. Плюется висать. БЗЗ сколько фармит у нас? БЗЗ пока что фармит больше. Ну, вот, видите, несмотря на то, что лич там крипов съедает. И вроде бы там подвышки постоянно они стараются стоять. Но у БЗЗ все равно крипов больше, чем у лича. Касту забирает СД. Бежит на топ. И что? Ну, еще почему... Ладно, давайте потом об этом. Сейчас прячут у нас на Экса. Но не забываем о том, что у него есть рейдж. На него повесили... Ну, вот, кстати, кончается рейдж. Ой, хорош, добьет ведь! Ну, правда, тут ванскор убил. Думал, то, что Йол сделает ФБ. Очень грамотно здесь сыграли Роксы. Боттл неприкольный покупать тем героям, которые не могут сделать так, чтобы лайн сильно пропушился далеко. То есть вот Магнус, Квапа, Пак. Все они обладают каким-то АОЕ прокастом. Да, и, например, скинул арбу, Сайленс дал, всех крипов убил. Крипы пошли под вышку. Ой, подцепили Йолаш. Демон прячет его сейчас в Disruption. Рейдж кончится сейчас у Найкса. Здесь должны убить Лича. Лича расстреляли. Хорош. БЗЗ разворачивается на Бэйна. Или все-таки будет убивать здесь капитана команды Пэйн. Фулкбека бежит за ним. Но вряд ли его удастся догнать. Пока нет у Бэйна. Но он довольно-таки шустрый пацан. Сейчас БЗЗ включит ракет. Или так покоцать. Нет, только покоцать решил. Только покоцать решил. И отойти. У Дреда шестой левел. У него тут на кой шестой, да? Что там у Верки по левелу? О, у Верки шестой левел. Ей можно просто, не знаю, по лицу размазать этот Левел Дэс. И дать ульту. Смотрите, Дум. Левел Дэс. И пошел, пошел Дредуха. Оп, оп, оп. Сюда иди. Сюда ходи. Сейчас просто... Ну, Дред, ну, удар. Удар надо. Оп. Отлично. И еще. И, и, и. И вот так вот. Все. Добрый вечер, как бы. Ну, читается. Читается игра, друзья. ОД делает транквилы. В данный момент делает транквилы. И бежит на топ контролить тут руну. Иллюзия. Не самая хорошая руна. Не самая. Но жаловаться не приходится. Оставили БЗЗ одного. Крепы здесь более-менее подошли к его вышке. И он тут... Ну, он как минимум простоит. Да, должен простоять в смолке. Роксовские саппорты идут гангать ОД. ОД герой, который очень неустойчив к гангу. И если сейчас ДДХ просто не... Ну, все. Он умер. Так, диз... А, и маны нет. Маны нет. Он там развел пацанов на иллюзию. Ну, красавчик, красавчик. Но все равно, конечно, не факт, что выживет. Спрятал себя в дизрафши. Сейчас достакают ему еще яда. Шарфик дает ультимейт. Соло самшин прилетает. Ну, там три стака яда. Он умирает. Да, все равно не... Ну, красиво, конечно, придумал. Там иллюзию, да, отправил на... Ну, вот так вот отправил иллюзию. ДК там в панике. А, что, куда, где, зачем? За той иллюзией погнался. Но смогли тут ребята все-таки разобраться, кто настоящий ОД и кто нет. Так, дреду прицепили. Повершотик. Тычка. Еще ноутредо хороший хп-регент. Сики прожал. 50 хп осталось. И ВРК чуть подальше отбегает. Не, ну здесь дредо... Имха. Ему тут надо до дома. Ему надо до дома. Или он там пойдет... Или он есть там кого-то, собрался. Или что он тут бежит. Не, ну тут до дома. То есть маны нету. Ничего нету. Крипов посмотрел. Убедился, что там нету этого сатиры. Или все-таки будет стоять. 30 секунд у него кдшится проклятая земля. Поэтому на лайн выйти так просто не удастся. Будет курьера. Шестой игрок команды RockSkiss. Вот так называется. Курьер. Может быть его в честь соло, так сказать, переименовали. Ну у них же был такой, свинка такая. Тоже с другим интересным названием. Которым мы, пожалуй, не будем напоминать. Так. Тут очень много волков сейчас. И это, в принципе, убьет у крипов пейновских. Но не дадут. Не дадут, конечно же, RockSkiss. Всем этим крипам умереть. Потихонечку расстреливает БЗЗ. И отступает на тот. Ну хорошо, хорошо. А где Дредд-то в итоге? Слушайте, что он там? Да, вот домой прибежал. Прибежал домой. Вот на боте шарфер подобрал регена. Отплевывается. Можно стон. Стон его еще. Ах, не стал. Ну что ж. Надо было подстанеть, пацана. Как-никак реген был. Можно было бы себе это позволить. Так. Левел Дес тут на следующем улучшении, там, на пятом уровне бьет дополнительным уроном. То есть, ну, кратность пятому уровню. Кратность пяти. То есть, пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять. Поэтому надо бы что сделать? Надо бы дождаться, когда у Верки появится десятый уровень. Вкачать Левел Дес на единичку еще. И уже бить. Или, не знаю, может быть, даже подождать, когда у него будет восьмой уровень. И просто, не знаю, дать ей этот Левел Дес на восьмом уровне с тремя прокачками. Так БЗЗ пытается сейчас подрезать. БЗЗ ультует. Он тут один. Остался без своих саппортов. Прожимает стики очень долго. Живет здесь БЗЗ. Расстреливает Рокин дворажем. Да ладно. Живет. 13 кп чуть не убил лайфстилера. Он там стики прожал, чтобы выжить. Их у него, видимо, было немало. Роксы тем временем переходит на мид опять убивать дистраут. Очень плохо его спрятал ванскор. Очень плохо. Пришлось ему жестко накоцаться от вышки. Летят в него плюхи от Тавера. И Шарфик здесь с кастил ульту. Ну да, вот Дестор уже Аркана раздает. Ой, да и Боже раздает. И Шарфика тут коцует. За ним бежит Афтершок. Цепляет его Шакля. Отличная Шакля от Верки. Прошивает Аркана. Еще. И еще. И тычка. И еще тычечку можно. Но он мансует вокруг вышек. Пьет Боттл. Встанет Верку. Сзади подходит ванскор. Дает Солкейчер. Убивает АД. И скорее всего убьют здесь Виндрадер. Откатывается сейчас Брэйс Фаре. Все. Минус. В Таверну. В Таверну Верка. В Таверну Дестройер. Еле живой Шадоу Демон. Еле живой ДК без маны. Но в принципе подрались. Рокскиз. Как вы понимаете очень годно. И что тут у нас по рунам? По рунам на боте Хаста. Ну Шарфик заберет. До дома добежит. Или что он будет? Бот пушить. Помогать. Помогать Люциферу пушить бот. Конечно же своим ядовитым драконом. Ну все. Отличненько. Пробил. Пробил. Вышечку. Там правда Верка. А нет. Стоп. Верка сейчас портится. Оп. Оп. Это просто идеальный шекл сейчас. Но блин. Астрал третьего уровня. Поэтому. Оп ты. Ультанули. Так. На Хасте Шарфик. Продолжает бежать. Но блочит его немножечко дред. И пробегает Шарфик другим путем. Станет Верк. Понятное дело что ОД здесь уже не выживет. Посмотрим что будет с Верочкой. Но на Верочку маны просто-напросто нету. Ну вот ОД это как раз таки герой. Который не очень удачно подходит против Люцифера. Потому что дум вешается там на что хочешь. И ты стоишь и не можешь скинуть ни ульту. Ни астрал. Ни как-то своим скиллом подамажить. Короче сплошные минусы. Спрятали. Солкейчер повесили. Ульт от БЗЗ пролетел. Сейчас кончится рейдж. Зарядится с All Assumption у Йола. И все-все. И легкий фраг. Ой усыпил. БН-то сильный оказывается. Усыпил. Припортился. Лайфстиллера. Вот здесь уже конечно Роксы не в самой удачной позиции. Потому что он бы за все лишь 220 хп. У него есть правда 8 стиков. Может быть пойду жать дальше. Сюда сейчас портится. Кто же это такой. Сюда сейчас портится ОД. У ОД есть ульта. Он бежит за Йолом. У Йола. Что там кстати у Йола по запу. Посмотреть. Ну и Депаут. Ну не-не-не. Не убьют. Не убьют конечно же. Здесь БЗЗ уже целый. Выпил фласку. Стики не прожимал. Получает несколько аркей нормов. Ну и наверное спасется. Верка на Виндране с фейзами. Пытается конечно как-то догнать. Но нет. Нет. Не в этот раз. Ванскор уже тут стоит и ждет руну. Инвиз. Инвиз надо забирать. Или ДК оставит. Или что будет делать. Побежит с этим Инвизом куда-то. Не. Нет. Оставит ДК. Понятно. На топ собралось слишком много игроков команды Пейн. То есть для них сейчас вариант что-то спушить. Но пушить здесь очень тяжело. Потому что Герокоптер просто дефит своей ультой. Бейн подставился под одну ракету. Убивать идут Лича. Шарфик в Инвизе. Лич очкуется. Отходит. Так что под вышкой трется. Опа. Шарфик ультует. Дает стан. Солкейчер просто нужен. И все. Да. Брэсфайр и Лич отправляется в таверну. А Дум продолжает фармить. Ой-ой-ой-ой. Друзья. Дум продолжает фармить. Верка на топе убивает Виседжа. Ну Шарфика вот я не знаю. Не знаю. Здесь Шакля-Шакля если прилетит там на Крепа. Не. Не или так убили. Так убили. В итоге БЗЗ сюда пришел. Получает. О, а вот и Шакля. А вот и Шакля можно убить. Есть ли Брэйнсап. Брэйнсапа нет. Ультует Дестер. Но остается живой. БЗЗ уходит. Из-под линии. Шаклшота. Путай шаклшота. Повершота. Он уходит. Ну его тут попытка зашаклить. От Верки. Заканчивается неудачно. Роксы по очереди припортились на топ. Поумирали. Сколько умерло? Умер ДК. Умер Виседж один раз. Пришел умер Виседж второй раз. Пришел БЗЗ и умер. То есть четвером. Четыре человека умирает на топе. У Пейн был один фраг. Сейчас у них пять. Да. Лотар покупает себе Дредд. Надо бы поменьше фидить. Ну да. Вот этот по-моему парень сейчас уедет. Чего у него с левелом? А у него первый до сих пор левел. ДС. Ну будет. Ой. А вот этот так его уже не убить. Опа. Дредд понимает то, что убить не получится. Ну вот чуть-чуть не успел. Придется на экса отпустить. Как он грамотно заюзал инфест. Прятать шарфа. Ну интересно, хватит ли дамаги убить его. Он просто убежит. Может быть станет он. Гестране надо было стоять в упор. Но вот здесь уже с Ванскором можно попытаться убежать. Дум на топе в итоге в соло справился с лайфстиллером. Посмотрите. Ну на меду тем временем тоже тут какой-то... Какой-то экшен есть. Что с графиками? Графики. Роксы естественно в плюсе по фарму, по экспе. После небольшого фида они проседают. Айтемы. Ну в принципе все мы видели. Мека у ОД. Ну не очень... Ну как. То есть как бы она... Понятно, что скоро появится. Но за 14 минут сделать смеку на меду это... Ну такое. То есть можно было бы и побыстрее. Ну его гангали. Он там не только фармил. Он ходил драться. Брейсер, брейсер, брейсер. И вижу уроксов. Пытается сейчас убить Дреда. Но Дред с Лотаром. Попробуем ему что-нибудь объяснить. Да, Дреду даже впадал от Лотар Юза, честно говоря. Он так медленно убегает. Так, подстань. Ну вот здесь шарфик хоть и под инфиблом, но... Кстати, как я называл это? Я может быть Amplify'ем его называл. Что, конечно же, неправильно убьют. Сейчас должны... Дестрадисер успел себя спрятать. Шеклэшот непонятно какой связывает сейчас Дреда. И БЗЗ поворшот по четверым. Но тут, конечно, атаку команды... Рокскиз уже не остановить. И... Думаю, что... Вот сейчас роксы пойдут поригениться, перегруппируются. И пойдут пушить, наверное, очередную вышку. Ну, а что тянуть? Как бы вот 2 700 у дома. Это я смотрел, да? Надо на Нетворс уже было бы переключиться. Три героя команды Рокскиз топ-1 по фарму. И... Причем, ближайший к ним это ОД, у которого 3 800 золота. В 2 раза даже... В 2 там с хвостиком раз меньше, чем у топ-1 героя по фарму. Это у Люцифера. Некс подходит убивать БЗЗ. Но БЗЗ слишком быстро для него. 447 муфспид с барабанами и фейзами. Барабаны вот он сейчас сжимает. Фейз вжимает и муфспид на него 484. Ну, ходит жив целый Орел. Пришаклить попыталась тут ВР-ка. Шарфика. Шарфик тоже у нас будет делать Лотар. Ну, 15 стиков есть. Под стики и просто полная мана. Так, а тут что это такое? Фамильеры. А, ну, Ёл решил как бы... Ребят, ну вот вам фора, да? Вот вам фамильеры. Убейте их. Сотка золота за каждого. Пора бы уже лечу Фрост Армор качать. Тут уже руками бьют просто во всю силу. Дефить это непонятно чем. Иллюзии прокастовывает Шарфик. Своего Ботла. Падает вышка там от ядовитой атаки. ДК. Старается как-то дефить, но... Тут просто не по дефюш. Так, ВР-очку, смотрите-ка, подцепили. Ультует Герокоптер. Сейчас ультует Лич. Но ульт Лича здесь просто не поможет. Во-первых, все слишком плотные. Пришаклили Дреда очень неслабо. Но, опять-таки, атака. Команда Рокскиз не захлебнется. Они все жесткие. Они все плотные. С драконом вот этим. Идут пушить Т3. И, судя по всему, это у нас игра закончится... Ну, может, по крайней мере, закончится намного раньше, чем другая. И, похоже, что придется делать большой перерыв. Так, вот здесь пытаются убить Найкс. Его прячут в Астрал ОД. Он, возможно, из-за этого выживет. Но нет, 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 нет. Все-таки его Шадоу Демон смог убить. Дредд врывается очень нагло. Какой хороший стан от Дредда. Здесь подвоим. Но никто просто не может его поддержать. БЗЗ в Астрале был под Форстаф. Лего чуть подальше от вражеских героев. Но ульт Бейна работает вне зависимости от того, где ты находишься. Если он успел как бы его скастить, то тебя там можно хоть двумя Форстафами вытолкнуть. Все равно ты будешь стоять и Бен тебя будет чекотать вот так вот. Аккуратненько. Так, Мека. Мека у Дистра. Вот она, тайминговая Мека на 19-й минуте. Ну да, да, конечно же, атаковать вышку на боте надо. Рошана еще можно шлепнуть. И потом, скажем, идти куда-нибудь вот сюда. То есть все будет просто по красоте. Так, а у Рокскиз у нас есть у кого-нибудь Мека? Потому что, ну, понятное дело, что для Пуша Мека очень бы была полезным айтемом. А, вот у Вису, что я просто не заметил. Посмотреть вот так вот еще. Яша Герокоптер. Володька у Дреда. Тоже айтем для Пуша. Крайне, крайне приятный. Добавляет. Плюшек всяких полезных. Правда, вот. У нас два милишника в команде. И то ДК считать. Ой, Дреда там подцепит. Он выходит из зоны действия. Борда его просветили. Да. Доминейтинг отдается Дестру. Шарфик с дабл демеджем перетягивается. О, еще одна руна. Инвиз, да. Для Шарфика абсолютно не нужная. Можно было бы отдать боттл Ванскору. Ванскор бы прожал Инвиз и отдал бы полный боттл Шарфику, если бы он ему был бы так нужен. Но ему этот Инвиз. Ну, хотя, что, то есть, зафигачиться в Лотаре, дать стан, Брассфайр, там, еще пару тычек поражать. Руну, там, еще побегать, там, еще что-то сделать, потом опять поражать Лотар. То есть, можно так бегать очень быстро в этой Инвизе. И вот, смотрите, Шарфик у нас выходит в Лотаре. Выходит смотреть, кто там есть. Но здесь у нас стоит Варк, не забываем об этом. Немножко криво нарисовал, вот он. У Раши, кстати, 2000 хп. Здесь убивает фамилия родного. И так, поваршот ультит. Сейчас БЗЗ очень неплохо по четверым, даже по пятерым попадает. Ультит, плич, начинает там чайник летать очень жестко. Шарфика подцепили на хайграунде. Спрятал, он Скоро Дизрапшн. Это очень хороший Дизрапшн был. Сейчас Шарфик, возможно, выживет, но нет. Нет или выживает, Лол. Стоп, что случилось с пацаном? О, он вроде выжил. Смотрю, там, Естер ультанул. Что там с ним произошло? Очень сильно накосили ДДХ. Соло Асамшн, он Шарфик продолжает там драться. Очень мало хитпоинтов у игроков команды Пэйн. Ну, тоже у Роксов такая же ситуация. Убили Найкса. Ну, вот, затяжная драка на руку команде Рокскиз. Потому что Висальш, он каждые, сколько тут, 4, да? Каждые 4 секунды скидывает Соло Асамшн, который бьет там под хрен пойми сколько демеджа. Ну, Пэйном больно. Тупо больно. Тут вот 700, 800 хп. Две таких плюхи, Лич уезжает. Там, ВРка, там, внутри. Три там плюхи, но он Лич тоже может три плюхи. С учетом Мекки. Аеги забирает Ванскор, то есть такой... Не знаю, дешевый троллинг от Рокскиз. Ну, база перетекает на бот. Будут пушить бот. Надо отхилиться. Ну, Дред, в принципе, от БКБ. БКБ имеет. Ему бы маны подзалить, потому что он думскастит и... Там, то есть маны больше не будет у меня, что он... Да, вот, хотя вот, посмотри на думы, и вот вроде бы инта какая-то есть, да. Маны всегда не хватает. Левел Д 110, ульта 200, там, плюс сворованный скилл там какой-нибудь поражает. То есть, смотрите-ка, находит, находит сейчас Люцифера ОД. Но ничего с этим он поделать не может. Тут Найкс бегает убивать Дреда, но он там по лестнице обходит и отступать нет. Похоже, все-таки решили давить мид игроки команды Рокскиз, потому что там нету вышки. И, кстати, надо проверить, с каким пингом играют ребята. Я вот нахожусь в лобби, могу это сделать. Но, наверное, не сейчас. Давайте посмотрим, сейчас у нас должен быть тимфайт. Так, ну, Шарфик полетел. Полетел, конечно, ломать. Поплевался немножко в барак, там он проседает. Заходит в Шэдоу Блэйде. Так, ульт от Шэдоу Демона, так как это опять глупая шакля. Сейчас не спешит ли чультовать. БКБ прожимает Дредд, вешает Дум на Дистра. Ультит БСЗ и начинает убивать очень жестко. Найкса, Найкс просто умирает за несколько секунд. Чуть дальше убегает Йолу, убивать Лича. Там ульт леча. Посмотрите, с Кастил Лич ульт, он вообще дэмэджи не нанес. Роксам, серьезно. Они все целые, им даже не надо после вот этого пуша в миду там как-то перегруппироваться. Они банально перетекают на ботлейт живых. У аргентинской команды остался только Десер. Повесили Сулкетчер, Дизрапшн, Яд. И сейчас Шарфик просто стандаст, несколько твичек и умирает мидер команды Пэйн. В Анскору нечего бояться. У него есть Аегис. Пришаклили. Попытались, точнее, пришаклить. Но это уже фонтаномы же, друзья. То есть тут все заканчивается очередным минус пять, скорее всего. Вот Куэрка где-то там уже под фонтаном. Да. Дэкс пишет ГГВП. Так, давайте-ка посмотрим пинг. Так, так, так. Ванскор 200, 200, 200. Ну, тут, видите, у всех пинг 200. Я просто там что-то поначалу говорил про то, что тут всем не очень комфортно играть на этом сервере. Потому что, ну, это аргентинская команда и русская команда на американском сервере встречаются. Поэтому у них тут у всех пинги высокие, но более-менее равные. Конечно, у Фэйн там пожирнее пинги. Тяжеловато, тяжеловато им. Пожелали удачи дальше Роксам. Ну, в принципе, она им понадобится, потому что следующий соперник у Рокскиз это, ну, датчане из Absolute Legends. То есть, в принципе, такая команда, не самая слабая, согласитесь. Сейчас прочекаем Джоэндоту, посмотрим, сыграли ли Флипсайд, как они сейчас называются, да, против Артик. Так, Флипсайд против Артик. Тут у нас пока что счет 0-0 и, ну, не знаю, наверное, будем делать перерыв небольшой, потому что... Потому что тут, наверное, не закончилась еще игра. Ну, давайте, давайте сейчас я туда загляну по тикету. У меня должен быть тикет. Хотя тут же нету тикетов. Как я загляну? Можно только по ростеру игроков, да? Так, ну, и вот тут у нас видим, да, что у кого есть в конечном счете. Хорошо. Комьюнити, против лист, Флипсайд. Флип или Absolute Legends. Как их там? Absolute Legends нет. Наверное, Флип. Ну, блин, хорошо. Артик. Артик, Артик Гейминг. Вот, Артики. Watch Game. Есть Watch Game. Смотрим, что там творится у этих борцов. Чат на Twitch.TV до сих пор висит. О-о-о-о! А тут только все началось, ребят. Тут только все началось. Ну, хорошо. Давайте тогда сделаем все-таки небольшую паузу, да. RockSkis будут играть против победителя вот этой вот пары, ну, как только закончится матч. Закончится он, может быть, не очень скоро, потому что тут 5 минут он только идет. Ну, я вам что предлагаю сделать? Я вам предлагаю пока что немножечко отдохнуть. Там, не знаю, сам пойду тоже небольшой перерыв сделаю, потому что между игрой Empire против Natic и RockSkis против Pain Gaming у нас не было перерыва, потому что там лобби сразу же сделали. Вот, поэтому думаю, что 10 минут перед, так сказать, последней игрой на сегодня мне не помешает. Так, ну, я сюда зайду, просто поставлю там, может быть, музыку и... Ну, надо сделать стоп-старт, конечно же. Конечно же, надо сделать стоп-старт. Так, пока переименовать трансляцию. Можно попытаться. Зови подекса. Ну, конечно, попробую. Попробую позвать. Так, а завтра-то у нас какие игры? Давайте-ка посмотрим на... Давайте пока посмотрим на сетку. Что у нас на сегодняшний день имеется? Так, значит, здесь у нас полуфинал выходит в Natic. Тут у нас выйдут либо RockSkis, либо... А, так, погодите, El Pride. А я говорил Absolute Legends. Лол. FlipSide. Нет, 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 нет. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Там Lions Pride играет. Я не на ту игру посмотрел. Так, дико извиняюсь. El Pride, да. Только там... Тот ли это состав, да? Хестиджи Ротан. Да, Хестиджи Ротан там играет. Ну, давайте посмотрим. Я немножко сетку спутал. Так, значит, либо Lions Pride, либо Typical Mistakes. Не Absolute Legends. Не Absolute Legends. Что тут у нас в игре происходит? А, тут уже 15 минут. Тут, в принципе, все... Так, более-менее... Дельно. Ладно, перерывчик. Ладно.